Подопечные Рыбницкого благотворительного еврейского центра Хессетрахель отметили ханкум. Празднование началось с краткого исторического экскурса и напоминания о чуде, произошедшем в освобожденном храме. По легенде, воины Израиля победили греков и, когда вступили в помещение разграбленного храма, обнаружили там кувшинчик, освященного маслом. Его должно было хватить всего на один день, но в итоге храмовая минора горела 8 дней. Этот праздник очень любят евреи за то, что он как символ света, веры, надежды, продолжения жизни в трудные минуты. Всегда надо верить в чудо. Это свет в мире, это дружба, это все то, что самое лучшее. Это праздник хануки. Поздравляем всех с праздником хануки. Всем желаю здоровья, благополучия, любви, доброты, искренности. Всего самого-самого прекрасного, самого лучшего. Особое место в торжестве, конечно же, было отведено короткому, но самому главному и светлому обряду – зажиганию ханукии. В каждый последующий вечер праздника в еврейских домах будут зажигать на одну свечу большим. В этот день огни зажглись не только на подсвечнике, но и на холсте. Художница Анастасия Маковей, используя стиль экспрессионизм, создала картину с изображением ханукии. В зале звучали традиционные праздничные песни в исполнении ансамбля «Рахель». Дети участвовали в викторинах и получали сладкие призы. Как и полагается, блюдо на ханукальном столе – глубоко символичным. Приоритет всему жареному и сладкому. Естественно, они обходятся без традиционных блюд. В хануку принято кушать все, что жарится в масле. Это и пончики – традиционное еврейское блюдо, сувганьот, и картофляники. В общем, все, что так или иначе связано с маслом. Ведь именно оливковое масло – это центральный символ праздника ханука. Разделить этот светлый праздник «Огни и чудо» пришли гости из дневного центра «Вечно молодые» при римско-католическом костеле святого Иосифа. И как настоящие друзья они пришли с подарками, сделанными своими руками. Желать вам такой свечи, чтобы она не погасла в вашем доме и ваших родных и близких. Желать уюта и тепла. Очень приятно, что это общество пригласило нас, пенсионеров, стариков, на встречу с вами, ваш праздник. Мы рады всему тому, что вы здесь организовали. Спасибо большое. И дай вам, как говорится, Бог и здоровья, и счастья. Праздник ханука продлится до 20 декабря. Вместе с собравшимися хануку отмечали Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ.